Манекен Вера отсутствовала, была больна. Мосье Брюнета зарылся с головой в счетные книги. Сама мадам не показывалась, только развела усиленную телефонную деятельность. Через дверь и ее бюро доносились непрекращаемые «Алло! Алло!» – это был безошибочный признак дурного настроения. Клиенток было мало. Понедельник – день тихий. Наташе пришлось показывать на себе купальные костюмы. Показывать их надо не так, как обычные салонные или спортивные платья. На все нужна своя сноровка. В салонном платье манекен идет маленькими шажками. Если на ней юбка с оборкой, то делает быстрые повороты, чтобы оборки жили и играли. Если широкий рукав – приподнимает руку. Пройдясь полукругом, манекен обыкновенно отходит в глубину комнаты, и оттуда, не оборачиваясь решительно и смело идет прямо на клиентку. У некоторых манекенов этот последний маневр принимает иногда чрезмерно вызывающий характер. Одна простая русская душа, любуясь мадемуазель Вера, на этом маневре даже струсила. «Ой, батюшки!» – сколыхнулась она. «Чего же это она там? Ну, прямо точно в морду дать хочет». Спортивное платье показывают юно, свежо, по-манчишески. Упилив руку в бедро, поджав живот, купальный костюм требует купальных пост, сжатых калер и откинутой фигуры. Наташа сидела в душной комнате, где кроме нее вздыхали, потели и переодевались еще шесть молодых женщин в одинаковых телесно-шелковых чулках и казенных золотистых туфлях, которые ко всему подходят. Двери в коридор были открыты, но основавшие там рассыльные мало смущали голых красавиц. Профессиональная привычка, шокировавшая только новеньких, и то недолго. День шел нутный, тягучий, и ничто не мешало бестолковым переборам Наташи на мозгу. «Если вор, то почему пришел? Почему украденные у меня деньги и на меня жизнь стратил? А почему наврал, будто негр говорил, что я не англичанка? Чтобы выпытать, кто я? Но ведь он же ни разу не спросил об этом. Во всяком случае, думать тут нечего, денег не вернешь, а от этого темного типа надо быть подальше». И, конечно, лучше бы не думать и от темного типа подальше, но одна из голых девиц, влезая в пеструю турецкую пижаму с заходящим солнцем на пояснице, вдруг запела «Это только ваша рука, мадам». Это то, что напевал Гастон. Он напевал по-английски «I kiss your little hand, мадам». Голос у него был чуть-чуть хриплый, странный, очень чувственный. А ямочки у рука смеялись и глаза смеялись и говорили «Вот какая забавная штука!» «Вот, попробуйте-ка! Ну, не почувствуйте моего хриплого голоса!» «Ага! Вот и попалась!» Она охватила спинку стула и опустила лицо в мягкую тушистую складку согнутой руки. От этого телесного нежного ощущения, от тихого напева той песенки ей стало так невыносимо беспокойно, что она чуть-чуть не застонала. «Нужно все-таки это разузнать, иначе я не успокоюсь». Но пойти на Манмартр было совсем немысливо. Спросить у Шуры, танцовщицы, что она о нем знает. Но где достать адрес Шуры? Манмарт вычеркивается. «Пойти разве к баронессе?» Баронесса фон Вирх или попросту Любаша когда-то училась пластическим танцем и с тех пор поддерживала знакомство в балетном мире. Особенно во время междуцарствия. То есть, когда одна оставалась без богатого поклонника, ее всегда тянуло в богему. И как раз три дня тому назад Наташа слышала от масье Брюнетта, что баронесса не оплатила уже три счета. Значит, дела в упадке. И богема в море. Можно узнать о Шуре. Баронесса фон Вирх была самая настоящая баронесса, вышедшая замуж еще до войны за молодого представителя богатого дворянского рода барона Григория Оттоновича фон Вирх. Прошлое баронессы до Вирха, как история медян, было темно и непонятно. Говорили, будто она была несколько раз замужем, начала свою карьеру харисткой. И так как в точности никто ничего не знал, то и врал о ней каждый в соответствии своего с ней отношения. В возрасте ее не могли определить даже приблизительно. И скрывался он тщательно. По этому поводу рассказывали забавный анекдот, который, впрочем, относили иногда и к другим интересным дамам. В период бегства из предела Савдепи и хлопот и пропусках большевики опрашивали Любашу. Спросили, между прочим, и о ее возрасте. «Ну, это дудки!» – решительно ответила она. «Это вы от меня никогда не добьетесь. Можете, если хотите, даже расстрелять». На вид ей было не больше тридцати-тридцати пяти. Но кто-то, человек как будто бы достоверный, клялся, что у нее в Харькове сын – большевистский комиссар. Говорили также, что у нее замужняя дочь и взрослые внуки. Вообще говорили много. В эмиграции барон за бедностью и полной ненадобностью стушевался. Где-то что-то работало весьма неопределенное. То завидовал чем-то образцовым курятникам, то коптил рыбу, то тащил гайки в граммофонной мастерской, то служил как шеф де ресепшен в русском ресторане. А у жены появлялся редко, и почти никто из баронессиных завсегдатаев с ним не встречался. Но отношения у супругов сохранились хорошие, товарищеские. И если условия сложного баронессинного быта позволяли, а печальные условия барона того требовали, то он иногда ободворялся на несколько дней в ее элегантном особнячке. Ему стелили на диване, и он как собака целый день так и сидел на этой подстилке. В Париже баронесса известна была под именем Любаши. К ней относились хорошо и успехом не завидовали, вероятно потому, что ее ослепительная красота давала ей право на всякие радости жизни и на всякие пути к этим радостям. Но забавнее всего, что среди подруг она считалась умной женщиной, тогда как если надо было бы установить незыблемую единицу, так сказать, исходное мерило глупости, то лучшее определение Любаши найти было бы невозможно. Говорили так, глупа как две Любаши или чуть-чуть умнее Любаши. Это не значит, что она была образец глупости какой-либо исключительной. Нет, глупость ее была именно явлением той божественной пропорции, классически цельной и полной, какая в науке может быть взята за единицу. Но считалась она умной, вероятно потому, что строила свою жизнь на четырех правилах арифметики. Два из них, сложение и умножение, считала хорошими, к ним стремилась, а два, вычитание и деление, устраняла всеми силами. А силы были большие и все в ее красоте. В Париже Любаши устроиться удалось не сразу. Барон жерновом на шею тянул ее к низу и приходилось выкручиваться. Была продавщицей в модной мастерской, но иностранных языков она не знала, карьеры не сделала и ушла, прихватив мужа хозяйки. Стала учиться классическим танцам, выступила несколько раз в ночном ресторане и ушла, прихватив богатого американца. «Умная баба», — говорили они и приятельницы, — «вот как надо жить». Но урок этот мало кому шел на пользу. Большинство Любашиных приятельниц без этого урока старались устраивать жизнь по четырем правилам арифметики, но не имея главного слагаемого. Ее чудной красоты они проваливались. Знал ли я ее похождения Барон — это вопрос. Вначале интересовал очень многих. Трудно было ничего не знать и не понимать. Ведь ее жизнь — туалет и квартиру и автомобиль. Ай, и где-таки ж дурак? Дурак-то он дурак, а впрочем, кто его знает? Потом решили, что она, значит, что-нибудь набирает, и он, значит, делает вид, что верит. Впрочем, не все ли равно? Кому какое дело? Она была мила, приятна, любезна. Когда могла, давала на благотворительность. На ее больших вечерах бывали очень видные представители русской миграции, которых она знакомила с лысыми французскими мужчинами с розетками в петлицах. «На тре селебре», — говорила она о каждом, о русском и о французе. И обоим им было приятно, что его называют селебре, и лестно, что знакомят с селебре, размера селебрити, которого он в точности и не знал. А баронессу угощала хорошим русско-французским ужином и очаровательно картавила, как большинство наших эмигрантов, постигших французский язык уже по приезду во Францию. Все это было чудесно, а больше никому ничего и не требовалось. Чтобы побывать у Любаши, Наташе пришлось дожидаться до среды своего выходного дня, потому что баронессу легче всего застать было днем. На звонок открыла маленькая востроносненькая дамочка на тонких ножках, на скривленных каблучках. Это придворная Любашина маникюрша Анфиса Петровна по прозвищу Фифиса. Потому что открыла дверь Фифиса, а не горличная, Наташа сразу поняла, что в предположениях не ошиблась, и что у Любаши временный крах. Фифиса издала приветливый возглас и крикнула в сторону гостиной. «Свои, свои, не пугайтесь!» Наташа вошла. На широком диване, вся зарывшая золотые подушки, высоко перекинув нога на ногу, полулежала розово-золотая хозяйка дома. В белом атласном халатике, отбросив широкие рукава так, что видны были до плеча сверкающие круглые руки, закинутая за пушистую сияющую белокурую голову, тонкая, но никуда, с легкими ямочками на щеках, на розовых локтях она казалась солнечным лучом, брошенным на эти золотые подушки. Иными словами, как сверкает, сияет и слепит, о ней и говорить было нельзя. Рядом на креслах растелся ее двор, выползающий на свет Божий только в черные дни, когда поклонников не бывает и гостей не принимают. Ледновязая, гололобая, с неистыми жестами и почему-то в вечернем туалете без рукавов, перекупщица старого платья Луизы Ивановны, прозванная Гарри Банди за то, что любила рассказывать, как ее тетка видала знаменитого итальянца. Рядом с ней широкая, костистая, с крашенными волосами, ломкой и сухо вьющимися, как австралийский кустарник, бравастая гадалка Марья Ардальоновна, называемая для краткости просто Мардальоновной. Вообще, в этом кружке все были известны больше по прозвищам, чем по настоящим именам. Также вместилась известная нам Фифиса. Мардальоновна, по-видимому, только что кончила гадать, потому что задумчиво по мусолю большой палец медленно перебирала шелковисто-сальные зловещие величины карты.